Здравствуйте! 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 Вспомнить самое главное. И зачастую это продолжается до последнего нашего издыхания. Правда, иногда, когда болезнь жестко остановит наш бег, прикует к постели, и мы вдруг окажемся оторванными от всеобщего бега, нам удается побыть наедине с собой. В такие минуты мы начинаем думать, а для чего же мы бежали, куда шли, чего ради поторопились, а откуда этот шум сердца в мыслях вокруг? Не надо ли было нам раньше хоть изредка искать себе несколько минуток внутреннего покоя, внутренней тишины? Как может прийти божественная благодать к человеку, как может она его осенить и озарить, когда он оглушен и ослеплен, и в своем беге не отдает себе отчета, куда и зачем он бежит и почему не слышит голос Божий? Голос Божий звучит всегда в тишине. Если вы хотите его услышать, постарайтесь вырвать из суток хотя бы несколько мгновений. Для этого нам Церковь дает правило. Несколько минут почитать молитвы, прийти в себя и подумать, каков был мой прошедший день, каков будет следующий день. Все это очень и очень важно. Кто хочет узнать волю Божию, должен искать тишины. Кто хочет собрать свои мысли и чувства, ищет тишины, потому что наши мысли и чувства разбегаются, не подчиняясь нам. Мы живем всегда в рассеянности, но истинная духовная жизнь человека происходит только в собранности, во внутреннем уединении и сосредоточении. Надо собрать свои мысли и чувства в тихие оча в глубине сердца, чтобы там наступило молчание, в котором Бог произносит свое слово, обращенное к нам. Если мы не будем заставлять принуждать себя к молчанию, если мы останемся под властными житейскому шуму, бесконечному бегу, то у нас вся жизнь пройдет на поверхности, пройдет без той должной глубины, без духовности, без настоящей встречи с Богом. Вот именно для этого сегодня нам и напоминает о молчальниках. Именно церковь призывает нас сегодня бороться с пустословием, прознословием, напрасной болтовней, употреблением дара языка во зло себе самому. «Положи, Господи, хранение уста моим, и дверь ограждения о устах моих», говорит нам Священное Писание. Вот об этом мы молимся, мы просим Господа, а Он ждет от нас, чтобы и мы поучаствовали, и захотели этого, чтобы мы получили дар Божий, как молчание в тишине Его благословения. И по сей день гулители православия обвиняют нас в том, что мы идолопоклонники, что мы, почитая святые иконы, поклоняемся дереву и краскам. Лукавые лжецы, как последователи своего отца дьявола. Ибо никогда православный христианин, почитая образы Спасителя, Богомателя, святых ангелов и угодников, и не мог себе представить, что Он поклоняется краскам и дереву. Он всегда обращает свой мысленный взор к первообразу, к первообразу, изображенному на святой иконе, будь то Спаситель, Богоматерь, ангельский чин или святые угодники Божии. Но мне хотелось бы обратить внимание сегодня вот на что. В нашем казачьем крае, который в основе своем должен быть бы православным, храмы должны были бы быть переполнены. Народ должен был бы радоваться, что вера православная процветает. Я смотрю на вас всех, с одной стороны радость, а с другой стороны печаль. Разве это много нас? Мало. Мало по сравнению с тем, сколько живет в городе. Вчера, посещая Казанский собор, увидел стайку молодых людей, весело идущих, жениха и невесту, вместо покаяния, свадьба. Не осуждаю, а просто сжалость сердца. Боже милостивый, до каких же пор ты будешь терпеть нас, ибо мы вновь и вновь ругаемся над тобой. Вновь и вновь предаем тебя. И мы спрашиваем часто, задаем вопрос и Богу, почему разводы, почему нет верности супружеской, почему детей нет. Зададим себе вопрос, а почему же мы забыли не только основы православной веры, но и нормы человеческие. Вера это не нечто, во что можно поиграться. И что-то в полумеру. Немножко верю, немножко не верю. С верой так не бывает. Если ты не верен в малом, ты не сохранишь и великое. Малое отступление от норм веры приводит к великой нравственной катастрофе. И это лично каждый знает из нас. И вот если мы, вот она, вот эта наша сила перед Богом встанет, если мы просто начнем не время от времени ходить в храм, но жизнь, как учит Христос. нет, я не призываю вас ни в пензенские пещеры, ни от отречения, от работы, от науки, от образования, не об этом речь. Наоборот, рассветленный верой ум достигает всяческих высот. да, скажу сейчас смело, если мы, верующие люди, хранящие заветы православия, начнем выходить из тупика неверия, мы так возвысимся. да, и в этом мире, по всем направлениям, нам все будет по плечу. Коррупция, так где коррупция, если есть вера? Бездравственность, чем ее можно остановить и победить, если веры нет? законами пробовали. Ничего не получается. Только верой. Развал семьи. Там, где нет веры, нет нормальной семьи. Ребенок без храма, родители со слезами. ибо вера научит его заповедям любить Бога, не воровать, не обманывать, не лгать. Она научит его любить своего ближнего и почитать родителей. Только вера. Не потому, что я должен говорить, ибо это моя обязанность. Я должен говорить, потому что сердце болит, видя, что вокруг происходит. но с другой стороны есть и радость. Радость мы с вами вот здесь. Мы даем ответ вызовам обществу. Нет, не все мы в этих сетях. В сетях материального непонятного стремления к благу. Волчьего закона нет. мы вот здесь стоящие говорим. Есть другие нормы взаимоотношений. Это нормы, которые Христос оставил нам в Евангелии. Дорогие мои, я обращаюсь к вам и говорю, вера это мужское дело тоже, ибо вера требует воли, собранности и повседневного подвига. Без этого невозможно. Но вера она и преображает, она просветляет, вера возвышает. и человека лично, и семью, и общество в целом. И поэтому в день православия мы должны помнить слова «Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение». Аминь. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Увидимся через неделю в это же время. Всего вам доброго и дохранит вас Господь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова